Нежные пейзажи и сочные натюрморты погружают зрителя в мир красок от Лилии Мазаловой. Художник работает в редкой технике горячего и холодного батика, росписи по шелку. На первый взгляд может показаться, что эта нежность в работах от акварелей, и отчасти в этом есть доля истины, потому что художница пишет акварельные работы. При этом батик – прекрасная возможность сочетать живопись и работу с тканями, к которым художница питает давнюю любовь. Она окончила Рязанское художественное училище по специальности художник-модельер. Холодный батик делается с помощью красок, воды, ткани, резервирующего состава, а горячий батик – здесь используется парафин. Многословенное нанесение, парафин, цвет – все это очень интересно. Парафин потом выпаривается, также делается эффект крокле, эффект бликов. Очень все здорово. Создание работы – всегда процесс многочасовой. Сначала мы идем, конечно, от идеи. В голове возникает, что я хочу изобразить. Либо это букет, либо натюрморт, либо пейзаж. Потом работа делается на бумаге. Набросок делается на бумаге. С бумаги набросок переводится на ткань. Потом идет работа с резервирующим составом, либо с парафином. И уже идет многослойное нанесение красок. Прежде чем наносить второй слой, необходимо, чтобы первый слой высох полностью. И таким образом работа у нас создается. Иногда целый день приходится потратить на работу. Вдохновение остается всегда. Если я берусь за работу, я теряю просто ориентир во времени. Это очень сильно затягивает. И недаром выставка называется «Во власти красок». Лилия Мазалова – педагог детской школы искусств номер 5. Эта выставка станет очередной в рамках проекта «Наставники», придуманного Рязанским отделением Творческого союза художников России. 2023 год объявлен нашим президентом годом педагога-наставника. Мы, Творческий союз художников России, и мы, преподаватели, практикующие, конечно, отозвались на это. И Творческий союз художников России, Рязанское региональное отделение, создали такой проект «Наставники». Что это такое? Это преподаватели, художники показывают свои работы в коллективных и в персональных выставках. Это направлено на популяризацию профессии педагога, на знакомство с нашей специальностью, именно введение в наш мир искусства, культуры, и просто, чтобы люди начинали красиво видеть этот мир. Возможно, эта выставка вдохновит взяться за кисти и краски и вас, ведь учиться никогда не поздно. Увидеть работы можно будет до 24 августа. Вход на выставку свободный.